Это портрет Дмитрия Васильевича, который уже показывали мы. Пожалуйста, следующий слайд. Это вот родители Дмитрия Васильевича, они тоже упоминали о Василии Николаевиче и Ольге Ивановне Казаковой. Вот это Дмитрий Васильевич, где ему было 6 лет, Митя Волков. А это уже школьные годы в Денинграде, 1939 год, незадолго до начала войны. Вот здесь, наверное, Дмитрия Васильевича трудно узнать. Он слева, с медалью за боевые заслуги и со своим другом на Восточном фронте, где война с Японией заканчивалась в 1945 году. Значит, это вот повественные награды Дмитрия Васильевича. Здесь и трудовые награды, и боевые награды, и стрелы. Следующая. А вот это интересная фотография группы студентов Ленинградского университета. Это 1950 год, это третий курс. И вот что интересно, вы можете заметить, что вот справа, для нас слева, стоит Грибов, вот крайний, опираясь на лопату. Это вот друг Дмитрия Васильевича, с которым они вместе учились на физической факультете, а потом вот работали совместно и поддерживали очень добрые отношения. Вот это Дмитрий Васильевич на одной из демонстраций, которые регулярно у нас проводились. И здесь мы на этой фотографии видим, вот рядом справа от Дмитрия Васильевича, мы видим вот Павла Дмитрия Васильевича Сорокина, а слева крайний, это Сергей Владимирович Перетминский, со своими коллегами на праздничной демонстрации. Перетминский вот это. Ну я говорю, слева от Дмитрия Васильевича. Да, ну наверное Сергея Владимировича нетрудно узнать на этой фотографии. Вот. Пожалуйста, следующий слайд. А вот это вот тоже очень интересная фотография, где можно заметить, вот Дмитрий Васильевич в белой рубашечке лежит. Это в лесу в Пятихатках в 1951 году. Время это такое, ранняя весна. И вот можно заметить, вот показывают Виталия Федоровича Олексина и его жену Галю рядом. Это, значит, ближайший тоже друг Дмитрия Васильевича, который работал вместе с ним по плану электродинамики и прибыл вместе с Дмитрием Васильевичем из Ленинградского университета в Харьков. И, соответственно, вот уже упоминалось, что вместе с ним были и другие выдающиеся физики, впоследствии, которые стали тоже академиками и всеми корреспондентами. Это вот Степанов, Константин Владимирович Степанов и Петр Иванович Фомин. И также вот были там и другие физики, Евгения Васильевича Моркова. Ну, вот здесь они и Дмитрия, это жены. Пожалуйста, следующий слайд. А это тоже вот интересная очень фотография. Здесь вот стоит, значит, вот Дмитрий Васильевич, а справа от него стоит супруга Константина Николаевича Степанова, вот известного плазмиста. А вот слева от Дмитрия Васильевича, вот, Виталия Федоровича Алексеевна, опять же, и вот Галя Суккуга Алексеевна, и Евгений Васильевича Моркова. И вот это вот та, так сказать, ленинградская группа, которая приехала в Харьков и успешно очень работала и совершила выдающуюся работу, они умерили очень хорошо отдыхать. И вот видно, что здесь такая крепкая дружба связывает всех, и очень приятно видеть всех молодыми, полными энергии, энтузиазмом. Пожалуйста, следующий слайд. Это Дмитрий Васильевич, выпускник, в Харьковском университете, 52-й год. Здесь он аспирант Александра Виталия Федора. Здесь семинар Александра Виталиевича Архивезера в 1880-х годах. Вот на этом снимке мы можем тоже видеть, что вот в центре сидит Александр Виталиевич Архивезер, патриарх. От него слева сидит Сергей Валерий Никитинский, справа Дмитрий Васильевич Волков. И рядом с Дмитрием Васильевичем Волковом Михаил Петрович Рикава. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь идет обсуждение какой-то интересной работы Дмитрия Васильевича с Александром Рыблевичем. Здесь тоже вот очень интересное событие изображено. Защита докторской диссертации в Харьковском университете в 1968 году я должен сказать, что я на этой диссертации в Харьковском университете тоже присутствовал, будучи студентом. И был удивлен тому, как вступающие выхоточным образом оценили результаты работы Дмитрия Васильевича там. Работа эта, я, кстати, ее имею, эту диссертацию, можно было бы показать. Это совершенно тоненькая книжечка, в которой были результаты по паростатистике, результаты по заговору под усов и так дальше. И вступавшие говорили, что среди вот физиков, ну вот, сорокалетний физик Дмитрий Васильевич входит в этот ход не более выдающихся, так сказать, физиков в Советском Союзе, в общем, в мире. Вот. Это семинар Дмитрия Васильевича, который регулярно, семинар Александра Ильича о физике, который регулярно проходил в Харькове, в Теордомике. Вот здесь мы видим Дмитрия Васильевича. Вот справа Дмитрия Васильевича, он смотрит прямо на Николая Федоровича и отнимается на Николая. Рядом сидит Илья Александрович, который очень рано в возрасте 50 лет, это сына Хиезера Александра Ильича, Илья Александровича Хиезер. За спиной Дмитрия Васильевича сидит вот Александр Степанович Бакай, которого тоже все хорошо знают. Рядом с ним Валентин Чудович Волдышев. Вот, и вот самый крайний Сергей Владимирович, а рядом с ним Михаил Петрович, ну и Александра Ильича все узнали. Александр Ильич очень задумался над объектом, который вызвал дискуссию между Николаем Федоровичем. Следующий, пожалуйста. Это Дмитрий Васильевич в составе делегации советских физиков ЦЕРМИ в 60-х годах. И вот на переднем плане Дмитрий Иванович Блохинцев, он тогда был директором Института объединенных географических исследований в Дубне, один из авторов первой советской атомной электростанции, один из конструкторов этой электростанции, выдающийся физик-теоретик, автор известного книги по квантовой механике, квантовой механикой, а вот вот человек там, спрятался за спиной Дмитрия Ивановича. Вот, а вот кто рядом стоит, Дмитрий Иванович, я вот могу догадываться, но я не буду. Пожалуйста. А вот это тоже очень интересная фотография. Вот видно, что справа, то есть, я надеюсь, это слева от Дмитрия Ивановича, вот сидит Дмитрий Иванович. А? А, это вот опять, она резонирует, да? Ага, извините. Да, это вот на международной конференции в Церни, в Женеве, в 60-х годах. На переднем плане, вот видно, Дмитрий Васильевич сидит во втором ряду, а слева от него, вот, Мэрей Гелман, автор гипотезы о кварках. В этот период Дмитрий Васильевич работал вместе с Гелманом, и, как рассказывал Дмитрий Васильевич, в общем, были интересные очень дискуссии, и Дмитрий Васильевич очень быстро и активно подключился вот к тем исследованиям, которые интересовали Гелмана, и они вот так постоянно были в контакте. Вот это Дмитрий Васильевич тоже в Церни, в 60-е годы. Дмитрий Васильевич неоднократно бывал в Церни, с командировками. И здесь вот, справа от Дмитрия Васильевича, это вот центр, который был завтёротделом под период 60-х годах в Церни. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь вот мы видим в центре стоит грибов, слева от грибова окунь, а вот Дмитрий Васильевич, он справа стоит в Цернии, и тоже идёт дискуссия. Это была в Сталине, была всесоюзная конференция в 70-е годы, тоже очень интересная фотография. А вот это вот одна из регулярных школ, которые проводились в Гатчине, и на которой наши теоретики тоже осуществляли. По физике высокой энергии в 70-е годы. И вот мы видим здесь, самый крайний справа, это вот академик Мигдал, рядом с ним, вот Ефим Самойлович Прадкин сидит, рядом с Прадкин Дмитрий Васильевич, а вот справа от Дмитрия Васильевича сидит Владимир Шехтер, это один из сотрудников Ленинградского института ядерной физики, который так же вот занимался физикой, теоретической физикой, слабых взаимодействий, сильных взаимодействий. А вот это вот замечательная фотография, которая была сделана на школе по физике ленинградных частей, в Алутске в 85-х годах. И вот здесь интересно идет обсуждение. Значит, вот в белой рубашке на том королю, на правом королю, сидит Лидий Николаевич Фадеев, рядом с ним Владимир Новый Грибов, Дмитрий Васильевич и Михаил Петрович Рекало. Идет обсуждение вот какого-то доклада, и все участники очень внимательно грушают, так сказать, и обсуждают интересный и важный результат. А вот это вот тоже Алушка, тоже Алушки Дубна, Институт Ягерных Исследований, проводил регулярные конференции, у них дом Мотеха есть, многие там бывали. И здесь вот на переднем плане тоже видно Дмитрий Васильевич многих научных программах, отблубленных ЦЕРНИ, занимался спинновыми эффектами и квантовой форматинамикой. И вот идет оживленная дискуссия по результатам семинаров, которые проводили. А это участники первой конференции по суперсимметрии в Харькове в 1985 году, когда Дмитрий Васильевич исполнил 60 лет. И здесь вот тоже можно видеть, много увидеть знакомых. Вот на переднем плане стоит Дмитрий Васильевич в центре, справа от него стоит Юрий Петрович Степановский, слева Юрий Абранович Гольфхонд. Юрий Абранович Гольфхонд – это первооткрыватель симметрии. Они практически одновременно ввели суперсимметрию, только совершенно разных точек зрения. Дмитрий Васильевич искал обобщение намбукалфтонных бозонов, которые бы являлись фермионами. И пришел к суперсимметрии, исходя из этих соображений. А Юрий Абранович Гольфхонд, он занимался изучением вопроса о том, какие математические источники стоят за нарушением почетности в слабых взаимодействиях. И он также пришел к открытию суперсимметрии вместе со своим студентом Лихтманом, Евгением Женем Лихтманом. Вот дальше в этом ряду стоит Витя Кершин за спиной, Юрий Абрамович Гольфхонда. Рядом с ним Иванов Сережа, Иванов Женя. А вот самый высокий на заднем плане, в центре, с Дмитрием Васильевичем, это как раз Владимир Исаакович Иванович Геевецкий, тоже близкий друг Дмитрия Васильевича, с которым они постоянно контактировали и очень ценили работы друг друга. И Владимир Исаакович Геевецкий в Дубне создал мощную группу, также выполнил замечательные работы. А рядом с ним, по суперсимметрии, и Игорь Бандов, что он докладит, сейчас упоминал эти работы по гармоникам, суперправитации. А рядом с ним стоит, вот рядом с Лиевским, стоит Слава Сороха. И Слава Сороха вот являлась как раз учеником Дмитрия Васильевича, вместе с которым они опубликовали и занимались в действительном суперправитации. И опубликовали первую работу, о которой они упоминали, в связи с вопросом. Ну, дальше вот стоит, мы дальше, мы вот видим Валеру Русынина, за его спиной я стою там, потом вот еще и товарищи, вот здесь в первом ряду, если мы возвращаемся в первый ряд, да, вот мы видим, мы видим Коля Веринкоза. И вот там в углу стоит Эдик Тураев, вот автор знаменитой работы по референцизации в французском на динамике, это БФКС, знаменитое взравнение Валевского, Тураева, Липакова, Липадина, которое очень высоко оценено и злослужно наносит плитнёк стоит здесь, а вот ниже еще стоит в первом ряду в золоте, зима, который тоже очень жалко и здесь временно, рано, тоже в жизни, тоже вот Нихоанцева горит. А рядом с ним стоит Смиранский, а рядом с Смиранский стоит вот Куринисовья, который был в межуточнице на одном живуте. И вот какие-то ну вот в течение, вот вот Акулов Володя, вот где Володя рядом с Идиевским. Ага. А, да, 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 да. Частично прикрыт к Держуним. А, вот да, да, вот 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 так как-то совершенно межаметно. Да, ну вот Я уже упоминал о том, что вот Дмитрий Васильевич вместе с Володей опубликовали свою первую работу в журнале «Жетте» по построению первую модель, где суперсимметрия реализовывалась, и гипотеза Дмитрия Васильевича была в том, что это нейтрино должно быть, следуя знаменитой работе Газенберга, который рассматривал такую возможность, и дальше, так вроде бы, ну вот еще Капустников там стоит, вот на правом фланге фотографии, вот, потом Ходовердьян вот здесь стоит, Юра Ситенко, конечно, вот я Юра Ситенко, вот я не вижу, где Юра, он Юра был. А, возле Миренкова, да-да-да-да, Юра Ситенко. Да, ну с Арманьковым. Да, да, ну, фото очень трогательное, конечно, почтим память наших многих друзей, товарищей, которые живут рядом с нами, и земля им будет сухом. Ну, тогда к следующим фотографиям, вот это вот как раз 1994 год, Дмитрий Васильевич вот как раз побывал в Сицилии, в Эриче как раз побывал, и я говорил о том, что вот ранее там он делал доклад, тоже в Италии, вот, супергравитация до 1976 года, о которой мы вот упоминали. Вот, это специальная была конференция, которую организовывали в Итеке регулярно, и это конференция авторов Великих Открытий во второй половине XX века, и вот в эту когорку Дмитрий Васильевич был включен и выступил по своим докладам. На этом докладе присутствовали уважаемые теоретики, теоретики, Джон Шварц, который Дмитрий Васильевич, как я понимаю, в первую очередь встретился, и шло как раз обсуждение всех этих вопросов, связанных с суперсиметрией, супергравитацией. Дмитрий Васильевич был очень доволен вот этими обсуждениями, рассказывал о том, что у него большое впечатление по этой работе Марца и его глубокое понимание, суперсиметрии, и, конечно же, его пионерские работы вместе с Грином по струнам, которые получили вот, например, суперструн, где суперсиметрия была объединена с суперструнами в этих работах и стала основой для построения теории всего, о которой сегодня упоминалось. Следующий. А вот в 1995 году, как раз незадолго, это была последняя конференция по суперсиметрии, которая была проведена в Париже. И организаторы, и Дмитрий Васильевич, к сожалению, вскоре после возвращения с этой конференцией, он же в январе следующего года неожиданно скончался. И организаторы этой конференции посвятили любые конференции в памяти Дмитрия Васильевича. И вот здесь мы видим следующую обложку, вот, Лекционалов и Финфизикс, где вот представлены были материалы, в частности, вот, Харьковской конференции, посвященную к юбилею Дмитрия Васильевича, которая мы уже видели. Ну, вот, это, значит, следующая конференция, которая была 75-летию Дмитрия Васильевича посвящена. И здесь, конечно, вот, вы видите в первом ряду, здесь, вот, Полина Ивановна, волкова супруга, которая, как сожалению, не смогла к нам прибить, но я надеюсь, она нас видит и вспоминает. Вот, на самом фланге, вот, мы видим Марио Танино, вот, тоже выдающаяся физика теоретика, которые, вот, Падуи, и, вот, которые сотрудники, вот, и сотрудники, вот, и сотрудники с любимой сорокой, вот, с Игорем Ландесом, вот, видимо, еще, вот, мы видим, там Дима Сорока стоит назад, и, вот, Слава Сорока стоит, вот, как раз в промежутке между Рашвитцами и Сережей, а там, на заднем плане Дима Сорока стоит. И здесь, вот, видите, справа, Диаршин, вот, Николай Федорович, в центре, рядом со Сталиной Ивановной. Рядом со Сталиной Ивановной стоит, ну, и, в общем, вот, видно на левом фланге, там, на правом фланге стоит, вот, Юрий Петрович, Степановский, потом Фабар стоит, это ученик Сена, Шоке Сена, который сейчас в Стокгольме работает, вот, ну, вот, на заднем плане, там, видно, Володя Зиму, опять же, ну, и многих других наших коллег, вот, Добно стоит на правом фланге, которому тоже, собственно, нет с нами, рядом, ну, рядом, вместе с нами. Слен Калиста Николаевича, тоже известный ученый. Вот, ну, вот, пожалуй, это последний, а, вот это вот Дмитрий Васильевич вот как раз на лыжной прогулке в Тихацком лесу в 60-х годах. Вот, для Дмитрия Васильевича вот характерна такая была, вот, вообще, любовь к лесу, любовь к природе, к спорту. Это, видимо, шло от его отца, который, по воспоминаниям Сталини Ивановны, активно прививал любовь к чизийскому спорту, у своих детей, у Левушки, старшего брата, Дмитрия Васильевича. А это вот тоже очень интересная фотография. Вот, видите, здесь, на этой фотографии, вы, наверное, тоже узнали. Игорь Георгиевич Барихтар стоит справа от Дмитрия Васильевича. Ну, Дмитрий Васильевич стоит рядом со своей дочкой Олей. А справа стоит вот Сати Николаевич Степанов со своей супругой Галей, которая вот тоже преждевременно ушла из жизни. Тоже очень сильный физик-теоретик, доктор Дмитрия Васильевича. И здесь тоже вот видно вот такая радостная, вдохновенная такая вот атмосфера и праздника, и того, что вот вместе близкие люди. Это очень приятная фотография, которую здесь Дмитрий Васильевич очень... Можно... Так, редкий рак, просто когда он так вот... Никак не закончат. Да. А? Желтухин меры не знает. Вышел уже, все устали фотографии показывать. Неужели это будут последние? Спасибо. Но уже начал листать. Все, я тогда учитываю критику. И вот, пожалуйста, покажите последние фотографии, где Дмитрий Васильевич со своей внучкой. Это его, уже вся его семья. И вот это вот фотография нашей лаборатории, где вот вы видите сегодняшних участников и наших товарищей, которые ушли из жизни. Ну вот, у нас на первом ряду вот Толя Пашник, Витя Гершин, Слава Сорока, Дмитрий Васильевич, Володя Ткач. Справа Володя Ахолов, Витя Герезовой, Дмитрий Васильевич, Фотографию сто раз уже видел. Ну ладно, не все видели. Ну, дело в том, что у нас присутствуют на нашей конференции студенты Харьковского университета. И для многих из них эти фотографии, комментарии к ним, по-видимому, очень интересные. Я, конечно, прошу прощения, что затягивало время. Ну, вот это все, конечно, очень и очень трогательно. Я думаю, останется в памяти молодых людей тоже. Спасибо за внимание.